Доброе утро. Третий день в Берлине. И посмотрите, что у нас здесь. Туман. Даже не видно зданий, которые, в принципе, очень недалеко стоят. Какой-то Silent Hill или Forks. Надеюсь, это принцет на удачу. Нам повезло, и центр, в котором проходит наше выступление, находится в самом сердце города. И все главные достопримечательности всего в пяти минутах ходьбы от нас. Сейчас я иду, смотреть на Грандебургские ворота на Парижской площади. А потом, если появится время, в Рейхстаг загляну. А сейчас я был в турнирном магазине, я ничего не снимал там, потому что пытался разобраться с ценами и с надписями. Но я купил тарелочку. Маме говорит, что мама собирает тарелочки с мест, где я бываю за границей. С сестренки купил еще брелок, она просила. В общем-то, и все. Сейчас я иду дальше. К сожалению, популярные в Европе традиционские ярмарки начинаются как раз в день нашего отлета, поэтому нам их увидеть не удастся. Вот. Но видно, что город готовится. То есть площадь ограждены, и там проходит подготовка. И как обычно, я бегу. Бегом, бегом, бегом. Вот сейчас я прохожу мимо посольства России. Тут флаг российский. Виднее было не видно, не знаю. Ну, короче, вот. Россияне, ваш дом здесь. О май гад, я вижу их. Я вижу это очень красивое место. Мне очень нравится уже. Моженник огромный. Честно говоря, странно, но мне как нравится. Красиво. Очень. Машины, гостиницы, Парижская площадь. Прекрасно. Что им очень нужно для счастья. Ну, кроме, конечно, миллиона долларов. For example, людей тьма. Миллион. Народу. Очень красиво. Это просто потрясно. Сейчас я попросил какого-то парня сделать фото. Вот, и он снял. И у него реально, кажется... Первый раз хочу сойти в Старбакс, потому что я собираю вокалы из разных городов. Вот, посмотрите, здесь есть что-то такое красивое. From Berlin. У меня волосы торчат. Ну, в общем, клево. Боже, я еле выйду со Старбакс. Это такая очередь. Только народу кошмар. Ну, и вон нафиг. Зайду в другой какой-нибудь отдел. Иду дальше. Теперь Рейхстаг. Вот я и подошел к месту. Сейчас я посмотрю, как зайти внутрь. Кажется, там жуткая очередь. Ну вот. Вот я и пришел. Куда-то. Так это же и есть Рейхстаг. Господи, я вот здесь. Представляете? Класс. Супер. Теперь я хочу посмотреть еще один книжный магазин. Очень большой. А потом идти уже вот обратно в наш центр. Дяденьку кастрировали. Ну, ему норм. Кони воняют. Это Nike. Не знаю. Я ем хлеб, сегодня запрело горло из-за этого. Обжно. Какой прекрасный товарищ. И еще один. Но этот лучше. Похож на меня. Если у вас сухая кожа, магазин не веет для вас. Керемно. Но я, наверное, не пойду. Хара Галеви. А вон даю скотого огромного книжного, куда я хотел. Как я понял, это один из самых больших книжных магазинов в Берлине. Мне интересно посмотреть на ассортимент. Ну, и вы знаете, что меня интересует больше всего. Велосипеды. Велосипеды. Как пройти? О, дыречка. Вот она. Поехали. С Богом. Наверное, это мой рай. Здесь так красиво. И вообще. Столько всего интересного. Снова послали наверх. Сдали на первом, даже на втором. Вот, посмотрим. Для любителей аниме. Манго. Нашел, смотрите. DVD. Это обычное издание. Все фильмы, но... Простое. Ничего интересного в нем нет. А это... То же самое. И 30 евро. Это очень дорого. Как вы помните, можете как раз дать дешевле и интереснее. Ну, окей. Сейчас я пообщался с девушкой. Смотрели по базе данных и ничего не нашли. К сожалению, с сумерками ничего опять нет, кроме DVD. Ну, это уже что-то. Но все равно мне это не интересно здесь. Поэтому... Как-то так. Только Гарри Поттер, но ничего в Мозе. Ну, ладно. КОНЕЦ. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 В общем, здесь очень много людей Мы сделали заказ, пока мы его ждем Лично я уже наелся кучей хлеба из хлебной корзины И кушать уже не хочу ничего Но я догадался я пиццу, поэтому заберу с тобой Вот пицца, вот свечка, а вот паста, огромная порта, ну за 7 евро, обвесца И моя пицца со свиньей, приятного аппетита Как я и говорил, тут пускаются собаками везде, даже в ресторанах Смотрите, у нас даже в автобусе пускаются с песиком Это так классно Мы сытые и довольные Чао! Третий день в Берлине подошел к концу, я уже в номере И сегодня самое интересное событие Это вход в музей Мадам Тюссо Я наснимала огромное количество трешовых видео И там наберется на целый ролик отдельно Поэтому я сделаю специальный выпуск на канале Про Мадам Тюссо, влог из музея Ждите его в ближайшее время, а пока Всем спокойной ночи Пальное отопление, Берлин, настоящий город контрастов Здесь, в современном районе, может стоять огромное здание Которое обогревается за счет солнечных батарей А в восточной части города, где живем мы Есть настолько старые, еще довоенные дома Которые обогреваются зимой за счет настоящих печей Когда я гулял, я видел постройки, в которых на каждом этаже Возле каждого окошка в квартире Были такие решетки, которые служат дымоходами То есть в квартире стоит печка И если вы хотите, чтобы у вас зимой было тепло Нужно запасаться углем или дровами А некоторые дома обогреваются за счет котлов Работающих на мазуте Они находятся в подвалах И с натуплением холодов автоматически включаются А также, как я заметил Ну, может быть, это ошибочное мнение Здесь проблема еще с горячей водой Потому что у нас в отеле, для того, чтобы прошла горячая вода Нужно очень долго ее пропускать И только потом начинает идти теплая водичка Сначала приходится терпеть холодный день Здесь трусь горячего крана Еще я должен вам сказать Что если вы планируете совершать покупки Походить в магазин в воскресенье Устроить массовый шопинг В выходной день То ваши планы обречены на провал Потому что в воскресенье в Берлине Не работает ничего Только музеи Ну, по крайней мере, я смотрел все, что мне хотелось посмотреть Все, что мне было интересно Все закрыто Вплоть до лентарных магазинов, аптек В каких-то маленьких мини-маркетах Не работает ничего Везде выходной Поэтому в воскресный день Остался и для походов по музеям По паркам И просто по городу А за покупками нужно идти в бодние дни Здесь начинается сейчас фотосессия В честь закрытия Много людей Полетаем домой утром Да Хорошо Мы в аэропорту Нам летит еще дофигища времени Сейчас ждем своего рейса Мне-то хотелось массажа-то получить Никогда я тебе не пользовался Но вот решил по работе Стоит 2 евро Посмотрим Обещаются минут релакса незабываемого Началось Сначала ничего необычного Даже сказать вообще ни о чем Но потом становится приятно Мне нравится Только кажется Я не совсем по росту подхожу Потому что у меня голова вот кончается А это вот здесь Но все равно Хоть так И Можно себе позволить иногда У нас присадка во Франклурте Если вы хотите поесть Тут есть такие магазинчики Но здесь Мило Милее, чем у всех остальных Соки Готовая еда Даже из туши И Такое Всякие снеки It's good Я не знаю Что происходит Но Как поселенный самолет Из Франкфурта В Алматы А мы прилетаем Сейчас в Астану Какие-то пассажиры выйдут Новые зайдут И мы пальцем дальше Прям как будто бы на поезде Класс Все выходят Сейчас я уже Не уверен Что нужно сидеть И ждать Очень неловкая ситуация Все вышли Самолет остался Всего раз Два Три Человек Десять Наверное На огромный самолет Вот теперь точно Прилетели Я уснул Пока мы стояли В Астане А проснулся Уже в Алматы Мы приехали Мы забрали багаж В Алматы Сейчас нам надо Предлагают полететь в Россию Точнее поехать на такси Недорого И официально Так что Может быть Поедем дальше Куда-нибудь еще Why not В общем Всем спасибо за просмотр Надеюсь Вам было весело с нами Пока